2014 год, он исторический, исторический по нескольким причинам. Возобновился полномасштабный конфликт России с Западом по поводу событий на Украине. Это серьезно изменило и политическую ситуацию в стране, и экономическую ситуацию в стране. Привело к объявлению санкций экономических против России, прежде всего. И изменило, конечно, серьезную экономическую ситуацию в России. Я думаю, что этот год, он еще важен тем, что, по сути, изменились тренды развития российской экономики. Они, в общем, в значительной степени изменениях трендов сопровождаются и политической ситуацией, как я сказал, вот этим конфликтам с Западом, поскольку Россия в этих условиях, в более сложных для себя, должна обеспечивать нормальную работу экономики, экономический рост, существенно будучи ограниченной в возможностях. Прежде всего, ограничения на товарных и в связи с ограничением на товарных и на финансовых рынках. Я говорил всегда, что для России есть серьезный вызов снижения цен на нефть. Ну, может быть, это постоянно была тема всей моей работы и в правительстве, и после правительства я неоднократно говорил, что Россия очередной раз когда-то будет проверена низкими ценами на нефть. Почему? И создавались стабилизационные фонды. Мне кажется, все меньше сейчас тех людей, которые предполагают, считают, что это было зря сделано. Но говоря о резерве, как резерве для ситуации, когда цены будут низкими, забывают о второй важнейшей функции этих фондов. Эти фонды абсорбировали значительную часть валютных ресурсов, снижая темпы укрепления рубля, уменьшая укрепление рубля. Тем самым уменьшая объем девальвации в момент падения цен. Это же понятно. Это так действуют все ведущие нефтедобывающие страны мира. Некоторые делают это более открыто, как Норвегия. Другие страны это делают менее прозрачно, как страны Ближнего Востока. Но все они создавали громадные стабилизационные фонды, сдерживая укрепление национальной валюты, чтобы затем не быть подвержены такому снижению и девальвации во время снижения этих цепь. Поскольку это является серьезным вызовом для всей экономики, изменения условий для экспортно-ориентированных производств, для завоза импорта, для присутствия на рынке доли импортных товаров. Сейчас эти все правила меняются, причем меняются очень быстро, в шоковом варианте. Естественно, это значительный удар по бизнесу, по стабильности российской экономики и по стабильности благополучия граждан. В этих условиях, когда мы столкнулись со снижением цен на нефть, мы имеем еще и один более фундаментальный риск – это недореформированную российскую экономику. Всегда нужно проводить реформы, когда есть возможность, когда ситуация благоприятная. В ней эти реформы можно провести спокойнее, продуманнее, более постепенно это сделать, эволюционно. К сожалению, мы не использовали этот период до начала кризисных моментов. И сегодня экономика подошла к новому кризису неподготовленной. Она ослаблена плохой структурой экономики, плохим работам институтов, обеспечивающей эффективность и конкурентоспособность. Она существенно ограничена и большой долей государства в экономике, менее эффективного и менее гибкого в приспособлении к новым условиям экономики. Именно государственная часть экономики будет больше требовать субсидий на свою поддержку, тем самым сохраняя минимальные темпы перестройки под новые требования экономики. Но говоря о недореформированной экономике, я бы мог еще какие-то признаки назвать. Мы столкнулись еще с одним вызовом – это санкциями. И санкции сегодня влияют на нашу экономику и на снижение курса рубля не меньше, чем влияние нефти, снижение цен на нефть.